Этой зимой спортивно-патриотический клуб «Ярополк» представляет вашему вниманию зимний командный турнир по кроссфиту на открытом воздухе. Состязание пройдет 24 февраля 2024 года на площади Дворца культуры Подмосковья в городе Красногорск Московской области. Сила и выносливость, быстрота и ловкость, соревновательный дух и азарт победы. Лучшие атлеты региона встретятся в честной схватке за право быть лучшими. Спортивные конкурсы и обширная программа о здоровом образе жизни для всех членов семьи. Приглашаем к участию или приходите посмотреть и поболеть. Участие в турнире командное – два мужчины и одна девушка. Победители турнира получат командные 100 тысяч рублей. За второе место – 60 тысяч рублей и за третье место – 40 тысяч рублей. А также ценные призы от партнеров. Участие бесплатное. Запись на турнир обязательно на официальном сайте www.бытьздоровым.ru.rf В разделе «Регистрация участника» выбирайте город Красногорск. Далее выбирайте «Регистрация на Кроссфит». В день турнира начало регистрации участников в 9.00 по адресу улицы Ленина, дом 3, площадь Дворца культуры Подмосковья. Старт турнира в 10.00. Друзья, до встречи 24 февраля. Ведь спорт – это биение сердца, дыхание и это ритм жизни. Очередность и технику выполнения упражнений смотрите далее в этом же клипе. Друзья, всем привет. Особенно приветствую всех любителей здорового образа жизни и в частности круговых тренировок, то есть любителей кроссфита. Сейчас я вам покажу, какие упражнения, сколько раз, какой вес и правильность выполнения данных упражнений. Значит, первая база у нас – приседания с герей. Для мужчин вес 20 кг, для девушек у нас вес 14 кг. Надо сделать таких 20 раз. То есть, как правило, берем вот так, либо, соответственно, вы вот так вот возьмете. Самое главное, чтобы вы присели полностью и начинаете приседать. Это без выпрыгиваний именно присед. Вот. Далее, следующее упражнение. У нас рывок гантели. В общей сложности надо сделать 18 раз. На любую руку судья будет считать, когда гантели будет вверху. Либо правой, либо левой, но общее количество должно быть 18. Для мужчин вес 15 кг, для девушек вес 12,5. Как это происходит? Взяли гантели, должна обязательно касаться земли. Вот. Менять гантели надо через вот такое положение, через выпрямление. И только потом мы берем. То есть, не допускается вот эта ситуация. Ни в коем случае. То есть, сделайте правой. Захотели поменять, выправились. Взяли левую. Дальше. Третье упражнение. Это выпады с блином. Для мужчин вес 15 кг, для девушек вес 10 кг. Таких надо сделать 16 раз. Блин берется. Либо перед собой, можно за спину. Выпады делаем таким образом, чтобы колено касалось обязательно земли. То есть, вот это, это неправильно. А правильно будет вот так. Вот. И на каждую ногу. Либо, соответственно, здесь держите. Упражнение трастер. Для мужчин вес 40 кг, для девушек вес 25 кг. Это надо сделать 14 раз. При приседе со штангой вы должны сделать не вот так, а полностью. С учетом того, что у меня заменен забедренный сустав, мне противопоказано это упражнение. Но я постараюсь все равно сделать его правильно. Хват. Груди. Полностью приседаем. Выпрямляем. Судья будет считать, когда выпрямились. И точка внизу, и точка вверху. Далее, следующее упражнение. Берпи боком через штангу. Тут веса нет. Для мужчин и для девушек надо сделать 12 раз. То есть, неважно, две ноги одновременно. Либо сначала одна, либо другая. Самое главное, лечь. С учетом того, что турнир будет на улице. Что с правой, что с левой, будут всегда коврики. Чтобы вам было удобно. То есть, раз. Здесь перепрыгивание. Вот так. Судья не будет считать, если вы будете делать вот так. Вот так. Вот так мы считать не будем. У нас именно две ноги. Тело полностью ложится. И потом выпрямляется. Далее. Мах-гири. Для мужчин вес 20 килограмм. Для девушек 4. Берем двумя руками. Задача. Дюри опустить низ. И именно сделать верх. Не до сюда, а именно вверх. Получается, каким образом. Вот. Далее. Вы подходите к мешку с сэндбэгом. Вес 15-16 килограмм. Берете, как хотите. И вы должны сделать 10 отрезков. По 10 метров. Пробежать. То есть, кто-то так берет. Кто-то так. И побежали. До сюда. До сюда. И вот так 10 раз. Дальше. Это 7 упражнений. Обращаю внимание. В положении написано. Сначала трассу проходит из 7 упражнений мужчина. Потом девушка. И потом еще раз мужчина. И эстафету вот отсюда мы передаем следующему партнеру. Он находится там. То есть, соответственно, чем быстрее вы отсюда добежите до партнера и передадите ему эстафету, тем он быстрее стартует. Так вот. 7 упражнений сделал мальчик. Девочка. Ну, еще раз мальчик. После этого. Когда 3. Третий мужчина добегает и хлопает, любые 2 члена команды должны сделать, ну, как бы становую тягу, но парную. Вес 120 килограмм. Сейчас мне поможет мой помощник. Виталий, мы вам покажем, как это делается. Делать нужно 15 раз. Мы специально сделали девочку в середине, так как, скорее всего, это упражнение для мужчин. Поэтому это будет делать уставший мужчина. Либо, соответственно, девушка с парнем, который уже отдохнули. Но в любом случае судья будет стоять рядом. И в любой момент вы можете уставшего партнера поменять на того, кто отдыхает. Как это происходит? Виталик, подходи. Взяли. Аккуратненько. То есть задача коснуться земли и задача именно выпрямиться. Если кто-то из вас будет стартовать раньше, у вас это не получится, потому что одна часть грифа будет поднята, тугая опущена. Судья считает вниз. Поехали. Раз. Опускаем. Два. Три. Четыре. Ага. Вот, в принципе, такая очередность. И я вам покажу, сколько занимает по времени трасса прохождения одного участника. На старт. Внимание, марш. Дальше. Два. Два. Ага. Дальше. Восьминадцатый раз. Два. Дальше. Шестнадцатый, да? Восьминадцатый, четыре вправо. Восьминадцатый, четыре вправо. Раз. Два. Три. Восьминадцатый, пять. Семь. Восьминадцатый. Последний четырех. Двенадцать раз. Двенадцать раз. А, дверпи двенадцать раз. Двенадцать раз. Раз. Два. Древ UHM. Двенадцать. Восьме. Восьминадцать. Одиннадцать, мгновение. Двенадцать. philosophicalin temptations. Раз. Двенадцать. Три. И вот он не прощайся и сидит самаялная ахр 기분 заслуживаю на придаш私 Francesco и так мы передали эстафету предположим я 3 нумер в команде И сейчас задача сделать двадцать раз. Готовы? Поехали. Четыре. Раз. Два. Три. Три. Один. Три. 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 Итак. Время пять минут двадцать девять секунд на одного человека. Посмотрим, как вы выступите. Стоп. В общем, друзья, вы увидели очередность. Ждем всех. Стартовых взносов на это нет. Команда победителей получит сто тысяч рублей. Второе место шестьдесят тысяч рублей. И третье место сорок тысяч рублей. Также мы сейчас ведем переговоры с компанией спортивного питания, чтобы каждому участнику, точнее каждому, кто выйдет на педестал, будет еще дополнительный пакет спортивного питания. Ну, естественно, медали грамоты. В прошлом году мы собрали около ста человек. И в этом году тоже планируем не больше ста. Объясню почему. Потому что это все происходит в рамках международной акции «Быть здоровым в этом году», где финалом будет массовое обливание шести тысяч человек, более чем из сорока городов России и дружественных стран. Это Сербия, это Сирия, Приднестровье и ряд других стран. Это все будет замыкать, поэтому мы планируем провести награждение до выхода обливающихся. В девять часов начинается регистрация, в девять сорок она закончится. Вы приходите на площадь ДК Подмосковья, заходите вовнутрь, там происходит регистрация. Вы показываете паспорт, показываете спортивную страховку. Если ее нет, можно на день оформить. И, соответственно, отказ от претензий в случае чего, если у вас нет общей медицинской справки по вашему состоянию здоровья. Будет очень здорово, весело, будет очень много других различных локаций, в том числе, где есть денежные призы. Допустим, силомер на удар. Кто сильнее всех ударит перед выходом обливающихся, получит десять тысяч рублей. На разборку, сборку автомата, кто быстрее всех разберет и соберет, также получит десять тысяч рублей. Будет стоять брусья и будет установлена перекладина. Кто больше всех потянется и, соответственно, сделает больше всех сгибания-разгибания рукоупорья на брусьях, тоже получит каждый по десять тысяч рублей. Не говоря про то, что всех бесплатно покорят гречневой кашей. Будет зона бесплатной довоенной подготовки. Будет еще несколько зон. Ну и, соответственно, сама концертная программа. Выходим мы во всех регионах под песню «Шамана, я русский», который будет вживую исполнять для нас из Красноярска. Потому что это будет все в формате телемаста. Он будет приветствовать всех участников данной акции. В общем, друзья, это праздник спорта, семьи. Ну и любви к своему отечеству. Встречаемся 24 февраля. Кроссфит в 9. Всех остальных за 2 к 10 утра. Приходите на наше мероприятие. Быть здоровым – это модно! Да. До встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА